Добрый день, уважаемые коллеги. Работает? Сегодня я поговорю о технической части, о создании презентации. Если ты не можешь объяснить свою теорию восьмилетнему ребенку, значит, ты сам ее не понимаешь. Это сказал Альберт Эйнштейн, и он добавил, и грош цена такой теории. Но в современном мире многие переделывают, и грош цена такому преподу или человеку, объясняющему другому. Когда нас не понимают, это наша вина, а не нашего слушателя. Фильм лучше, чем просто рассказ. Из презентации можно сделать фильм. Есть поговорка «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или прочитать». Из презентации можно сделать фильм, добавить много анимаций, поработать над ней. Как сделать презентацию понятной для других, мы разберем на сложном примере. Специально взял сложный пример. Трехэтапная программа диагностики и лечения урологических больных. Будем работать с вот этими двумя абзацами. Я их сюда скопировал, лишний абзац нам не нужен. И возьмем только первое предложение. В рамках реализации программы предусматривается оказание урологической помощи на трех различных этапах. Как нам это предложение обработать? Можно с помощью дизайна. Вставка, фигуры, кружочек. Это будет три этапа в виде кружочка. Но мы его отредактируем. Формат фигуры правой клавишей, заливка. Меняем цвет. Добавляем тени. Формат объемной фигуры. И я добавляю в формате объемной фигуры больше диаметра. Вот видим 15PT. Копируем, добавляем циферки, меняем цвета и еще добавляем стрелки. Я напоминаю, это техническая часть презентации. Первая половина, она может быть кому-то неинтересна, потому что все многие умеют, но мало кто умеет сработать именно с анимациями. Сейчас мы до них скоро дойдем. Вот я сейчас редактирую стрелочку, добавляю опять снова темни, формат объемной фигуры. И добавляю 20PT. Если кто-то не успевает, это все будет в видео выложено, и заново можно будет просмотреть специально, чтобы много времени у нас не отнимало. И копирую стрелочку. Но вот так вот у нас получилось, но лучше когда с анимацией. Поэтому как работать с ней? Нажимаем анимации, настройка анимации. И справа появляется вот такая вот колоночка. Далее мы выделяем объект. Добавить эффект, вход, другие эффекты. Я выбираю круговой, симметричный. Вот так вот у нас будет появляться. То же самое мы делаем с другими кружечками, вторым и третьим. Получается, что они у нас по щелчку мышки возникают. Но это медленно, мне не нравится. Я хочу, чтобы они возникли одновременно. Я выделяю в анимации, щелкаю с предыдущим. И у нас два следующих возникнут одновременно с предыдущим. Я буду читать текст выше, и у меня все это появится. Работаем с следующим предложением. На первом этапе пациенты встречаются с фельдшерами, врачами общей практики и семейными врачами. Я хочу добавить врача. Но я предпочитаю формат PNG. Это формат, когда на заднем плане рисунка фона не будет. Но для этого нам нужен гугл, потому что он покажет нам, что на заднем плане нет фона. Вот мы видим клетчатый фон. Если вам видно, в виде шахматной доски стрелочка виден. Там его нет, когда мы такое видим. Вот мы добавляем нашего доктора. И я выбрал двух пациентов. Красненьким обозначен пациент, который страдает урологическим заболеванием, и белый, который не имеет такого заболевания. Вот я выделил здесь эти два абзаца. Сразу мы не вчитаемся. Но вот из второго абзаца мы получаем информацию, что вот в первом абзаце говорится, кто работает. Во втором абзаце результат. То есть мы читаем, на первом этапе пациенты встречаются с фельдшерами, врачами общей практики и семейными врачами. Так на первом этапе реализуется задача своего времени в выявлении больных. Если прочитать дальше, то то же самое будет. Но второй и третий этап. И начинаем работать. Вот я сюда скопировал пациентов. То есть на первом этапе пациенты встречаются с фельдшерами, врачами общей практики. И реализуется своевременное выявление больных. Это из второго абзаца фраза. Я еще добавил кружочек, чтобы было понятно, что вот этот слайд принадлежит к первому этапу. Ну и я хочу добавить анимации к пациентам. Вот я их выделяю. Нажимаю добавить эффект, вход, другие эффекты. И я предпочитаю выцветание. Я хочу сделать, чтобы они сразу у меня возникли без моего нажатия мышки. То есть я здесь нажму на первой анимации с предыдущим. И что у нас получается? Вот они у нас сами появляются. Я хочу для доктора добавить анимацию, чтобы он не выцветал, как они, а, например, приходил откуда-то. То есть он, например, будет к ним приходить, к пациентам, осматривать их. Вот я добавил линию. И так же я сделаю с предыдущим. И у нас получается, что одновременно появляются и пациенты, и доктор. У нас что получается? У нас в рамках реализации программы перелистываем. И следующий слайд. И что происходит на первом этапе? Ну, я могу сделать более плавно. То есть на втором этапе, точнее, на втором слайде у нас будет часть первого слайда. Это будет плавный переход, как в фильмах. Нам нужно было убрать вот эти лишние анимации красненьким крестиком, потому что я скопировал сюда, в этот слайд, ну, видите, кружочки 1, 2, 3. Эти анимации были из прошлого слайда, я их сюда добавил. Ну, они сюда скопировались вместе с кружочками. Я хочу, чтобы кружочек переместился в правый верхний угол. Добавляю с помощью «Добавить эффекта» анимацию. И удаляю вот этот второй кружочек. А эти я хочу, чтобы они плавно исчезли. Добавить эффект, выход, выцветание. Смотрим, что у нас получилось. У нас появились пациенты, но проблема. Шарик начал двигаться после того, как они появились. А эти два шарика, они исчезают уже после. В чем дело? В том, что я их потом добавил. То есть в правом нижнем углу мы видим их красные анимации. Их нужно перетащить на самый верх, наперед, чтобы они раньше сработали. И также сделать, чтобы они появились в начале, то есть с предыдущим. А пациенты с врачом появились после предыдущего. То есть сначала сработает первая группа анимации, затем вторая. И что у нас получается? В рамках реализации программы предусматривается оказание урологической помощи на трех различных этапах. На первом этапе пациенты встречаются с фельдшерами, врачами общей практики. Семейными врачами реализуется своевременное выявление больных. Что подразумевается под своевременным. То есть я уже начал показывать саму работу. Своевременное, когда лучше начать лечение, когда камешек маленький, или когда уже коралл снизил функцию почки до такой степени, что ее пришлось удалить. Конечно, когда он еще маленький. То есть профилактика. И это подразумевается своевременное. То есть мы всех пациентов, всех будем стараться, как можно больше населения прогнать через фельдшеров, врачей общей практики, семейных врачей. А они выявят урологических больных, которым требуется оперативное вмешательство. То есть красненьким у нас выявлены пациенты урологические, которым нужно оперативное лечение. И, соответственно, они перейдут на второй этап. Второй этап представлен урологами амбулаторного и стационарного звенья. Выполняются диагностические и стандартные лечебные манипуляции, в том числе оперативные пособия. Но есть пациенты, которым нужна высокотехнологичная медицинская помощь. И такие пациенты перейдут на третий этап. На третьем этапе медицинская помощь оказывается в республиканских центрах и областных больницах. Ну а здесь представлены, собственно, все три этапа. В самом низу, по цифре 1, мы видим врачей-фельдшеров, то есть, скажем, персонал первичного звена. Они сканируют всех, все население, выявляют тем, которым нужна оперативная помощь, и отправляют их на второй этап. На втором этапе, соответственно, оказывается это оперативная помощь. И тем, которым невозможно оказать на втором этапе, они уже переходят на третий этап. Вот так вот мы обработали эти два абзаца. Это часть, фрагмент презентации про диагностику ракопростаты. Здесь свободные ПСА, связанные ПСА, общие ПСА, связанные, связанные с белками плазмы крови. У свободного ПСА имеется постоянный уровень, у общего и связанного меняющийся уровень. Справа у нас изображены клетки простаты, то есть, справа вверху они секретируются, образуются секрет простаты, а внизу мы видим капилляры, которые в простате. И часть ПСА попадает в кровоток, который мы диагностируем. В норме свободного ПСА более 15%. Почему это именно так? Когда опухолевая клетка секретирует ПСА, мы видим, как растет опухоль, добавляются опухолевые клетки, ПСА в крови становится все выше, то весь ПСА, который избыточный, связывается белками плазмы крови. То есть, переходит в связанное состояние. И свободный ПСА в норме более 15%. Когда связанного ПСА станет совсем много, то свободного ПСА станет менее 15%. Это уже говорит о том, что возможен рак простаты. Это был фрагмент презентации по диагностике рака простаты. Другие примеры. Здесь презентация про теорию камнеобразования. Мы видим, как в левый сосуд мы добавляем кристаллы соли. Они начинают растворяться. Но в конце концов кристаллы соли перестают растворяться. Раствор становится насыщенный. То есть, там больше нельзя растворить. Все выпадает в осадок. В моче же, напротив, там может раствориться в 3-4 раза больше кристаллов соли, натрий-хлор, чем в простой воде. За счет чего это рассказано в этой лекции, которая по теории камнеобразования. Другой пример. Это презентация про гиперкальциурию, гиперфосфатурию. Здесь мы видим реабсорбцию кальция. Понятно всем, нефрон, как движется кальций, образуется первичная моча. Основная часть кальция реабсорбируется. То есть, первичной мочи у нас много, но вторичной мочи совсем мало. Но по каким-то причинам генетическим реабсорбция может снизиться и увеличиться выведение кальция. Возникает гиперкальциурия, которая является фактором риска камнеобразования. Более подробно, соответственно, в соответствующей лекции про гиперкальциурию, гиперфосфатурию и гипероксалурию. Также имеются лекции про эпидидимит и архит, гормональное лечение рака предстательной железы, креотерапия предстательной железы, пиелонефрит. Много разборов клинических случаев и многие-многие другие презентации, которые вы можете посмотреть на сайте mednog.ru, и они, соответственно, дублируются на сайте URO.TV. Если два человека обменяются яблоками, то у каждого из них останется по одному яблоку. Если же они обменяются идеями, то у каждого будет по две. Делитесь информацией, преподносите ее, но будет гораздо лучше, если эта информация будет доступна для вашего собеседника. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Спасибо за внимание.